Добрый вечер! В эфире программа «Попутчик» и сегодня с вами в студии я, Андрей Бойко. В прошлом году, буквально перед Новым годом, мы уже в этой студии собирались и говорили о том, что некоторые компании обращались в государственные органы и подавали иски в суд о защите своего права на товарный знак. В этом году дело приняло новый оборот, поэтому сегодня у нас в гостях, как и в прошлый раз, Анатолий Семенов, советник председателя подкомитета по экономике и инновациям Государственной Думы Российской Федерации. Добрый вечер! Я напомню нашим телезрителям, что вы можете звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы, как-то комментировать то, что вы услышите в студии, и за самый интересный вопрос или звонок наш телезритель получит вот такие вот часы от телеканала «Автоплюс». Также вы можете писать смс-сообщение, номер там же на ваших экранах, так что вперед, действуйте, не ждите конца передачи, когда мы уже не успеем ответить на все ваши вопросы. Ну что ж, Анатолий, еще раз добрый вечер. Дело, в общем-то, сдвинулось с мертвой точки, потому что все мы помним, да, эту историю о пресловутом Порше, ставшем уже знаменитым. В общем-то, знаменитым машина была в свое время конфискована под эгидой того, что нарушается право официального импортера, Порше Русланда, на использование товарного знака. То есть он был ввезен какими-то сторонними продавцами, назовем пока их так. Почему, я думаю, наши телезрители узнают позже. Вот, и как бы вот уже сейчас Конституционный суд сделал, в общем-то, более-менее адекватное, вынес более-менее адекватное решение и признал, что контрафактным этот товар все-таки не является, потому как не подделка. Да, абсолютно верно. Только не Конституционный высший арбитражный суд. Действительно, не так давно, 3 февраля, было вынесено знаковое решение, которое целый ряд средств массовой информации назнали просто редким случаем, когда судебная практика может повлиять даже на законодательство, поскольку суды пришли к выводу, что ввоз оригинальных товаров на территорию Российской Федерации не наносит ущерба публичным, то есть общественным интересам. Это, в общем-то, наверное, самый главный вывод, который был сделан высшим арбитражным судом в этом процессе, поскольку все это дело возбуждалось и велось таможенными органами в рамках публичного права, то есть в рамках Кодекса об административных правонарушениях по статье 14.10. То есть суд не устроил то, что публичное право, то есть общественные интересы, защищаются с помощью законов, которые, вообще говоря, должны идти на пользу, то есть защищать именно интересы общества, то есть пользователей, покупателей и так далее. Однако совершенно очевидно, что подобное применение закона, то есть конфискация оригинальных товаров, которые возятся независимыми импортерами, причем совершенно официально, без каких-то нарушений с точки зрения таможенного законодательства, оно не идет на пользу общественным интересам, поскольку лишает покупателей возможности и свободы выбора. Ну, за такой разумный выбор мы как раз говорили об этом в прошлый раз, что действительно, да, человек поехал за границу, приобрел какой-то автомобиль, попадая с этим автомобилем на таможенный склад Российской Федерации, он, по сути, этот автомобиль решается. Решается почему? Потому что большие серьезные, как бы, структуры, да, которые имеют интерес по продаже автомобилей, скажем, да, той же марки, например, да, имеют, естественно, интерес, чтобы все, как бы, покупатели приходили к ним в автосалон. Но, как бы, ну, и тоже, опять-таки, мы уже об этом говорили, что сам повод, да, обращения с такими исковыми заявлениями, он не то, что, как бы, шел в разрез, он не шел в разрез с законом, да, но, как бы, шел в разрез с нормальной логикой, вообще, в первую очередь, с нормальными рыночными какими-то инструментами, да, и здравый смысл. Ну, тут, безусловно, стоит отметить, что вот то явление, которое все сейчас столь часто обсуждают, это параллельный импорт, то есть независимый импорт, вот, это, на самом деле, нормальная рыночная реакция обычного немонополизированного рынка на какой-то перекос в обслуживании этого рынка со стороны правообладателей. То есть, на самом деле, речь идет, как я, возможно, уже говорил, о трех видах дискриминации, да, то есть, либо ценовой, то есть, когда товар стоит разных денег в разных странах, да, либо качественный, когда товар имеет разное качество, да, там, например, пиво, разлитое у нас в Калуге, или пиво, сделанное в Ирландии, да, не будем называть марки, вот, вот, или, например, речь идет об ассортиментной дискриминации, когда этот товар, например, просто не продается на территории Российской Федерации. Ну да, приобретели к автомобилям, есть какие-то комплектации, которые просто не поставляются на российский рынок. Конечно, да. И если буквально, ну, скажем так, буквально следовать желанию правообладателей таможенных органов до вот этого прецедентного решения высшего арбитражного суда, то получалось, что никто не вправе, вот, даже законно, совершенно законно купив на свои честные заработанные деньги некая собственность, привезти ее в Российскую Федерацию и пользоваться, и распоряжаться, и владеть ее. Вот, потому что в тех случаях, когда, опять же, либо таможенный орган, либо правообладатель считал это для себя невыгодным, да, они, соответственно, возбуждали дело по статье 14.10 и добивались конфискации этого товара, то есть фактически безвозмездного изъятия законно приобретенной собственности. Вот, собственно, именно это и вызвало возмущение очень широкого круга малого и среднего бизнеса, которые в том числе выступили в поддержку позиции вот высшего арбитражного суда, который, ну, в какой-то степени переломил эту ситуацию, хотя, честно говоря, не до конца. Ну, сейчас ситуация складывается следующим образом, да, если до Нового года, несколько крупных автомобильных брендов, да, там BMW, там, в том числе, там, Honda, да, говорили о том, что как же так, как же так, и все наши права нарушены, и теперь мы совершенно не можем нормально торговать, потому что вот возятся автомобили, которые мы, как бы, и проконтролировать не можем, да, и качество, да и вообще нарушаются, да, там, наши права, и на товарный знак в том числе. Как сейчас будет обстоять, скажем так, дело, да, то есть это решение можно считать знакомым для всех? У нас же право непрецедентное. Решение-то принято только по одному случаю. Абсолютно верно. Однако, все-таки, решение президиума высшего арбитражного суда обычно является обязательным для судов низших инстанций. Вот, поэтому мы можем с достаточно большой уверенностью утверждать, что возбуждение дел по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях более не может применяться к ввозу именно оригинальных, настоящих, неподдельных товаров, которые были произведены самим правообладателем и маркированы им самим, и им же самим уже проданы на территории какой-то другой страны. Дело в том, что это легко понять. Почему? Потому что совершенно недопустимо применение одной и той же санкции, конфискации, к совершенно разному составу деяния. То есть одно дело – контрафакт. То, что действительно… Ну или попросту поддел. Да, там понятно, там люди сами сделали непонятно какой товар, непонятно где нанесли этот товарный знак и сами продали его. Причем товарный знак, он может быть даже не тем же, как им похожим. Конечно, да, он может быть похожим. То есть в этой ситуации, почему это наказывается публичным правом? Потому что в данном случае правообладатель не получает ничего ни за товар, ни за товарный знак, ни за продажу, собственно, этого товара. И фактически оказывается вытесненным из гражданского оборота. Вот это называется контрафактом, и это должно наказываться. И плюс еще падает имидж, естественно. Естественно, это к тому же еще и качество под вопросом. Но совершенно непонятно, под каким вопросом качество. Если этот товар произведен самим правообладателем, им же маркирован, им же, собственно, продан уже один раз. И фактически получается, знаете, такая попытка наказать дважды за одно и то же деяние. То есть я, правообладатель, один раз уже продав, получив всю сумму денег, фактически пытается еще раз предъявить какие-то претензии по поводу собственного товара. При этом апеллируя к тому, что, дескать, он не сертифицирован для территории Российской Федерации и так далее. Хотя, ну, положа руку на сердце, мы все прекрасно понимаем, что никакой такой серьезной адаптации к Российской Федерации, в общем-то, производители автомобилей это не делают. Многие автомобили просто идентичны европейскому рынку и так далее. То есть практически там разницы-то никакой нет. И с японскими, на самом деле, тоже. А с американским рынком, да, безусловно, разница небольшая есть, но, опять же, это не относится к категории вопросов, которые, скажем так, решаются правом на товарный знак. То есть это вопросы сертификации каких-то. Ну, то есть это совершенно другая область. Банальная подгонка этого товара по требованию нашей страны безопасности. Да, то есть это не та проблема, да. И тут, вы знаете, вот что еще как раз крайне важно отметить, что фактически правообладатели брали на себя право принимать решение о дееспособности покупателя. То есть он в состоянии разобраться, что он покупает или нет. То есть вместо того, чтобы доверить людям самим право решать, что они хотят, да, поскольку они уже дееспособны по закону, они могут сами принимать решение. Вот правообладатель взял на себя эту функцию. Как будто у нас тут не население, а сплошные дети, малые, до 18 лет. Да, ничего решить не могу. Что говорит таможник, как комментирует? Потому что, по сути, сейчас перед ними стоит задача, как бы непосредственно, которая стояла перед ними до этого, да, по закону, отсеивать, да, настоящий товар поддельный, да, от поддельного, да, настоящий от поддельного. По сути, такая непосредственная их обязанность, да. И теперь они не думают о правах каких-то там третьих заинтересованных там или не заинтересованных лиц. То есть, по сути, выполняют свою механическую работу. Как они комментируют вообще? Ну, знаете, пока каких-то серьезных комментариев таможенных органов на это решение высшего арбитражного суда не было, причина очень простая. Дело в том, что еще не объявлена мотивировочная часть этого решения, да, то есть, там еще не прописано, почему суд принял это решение, хотя в определении к этому решению уже были основные линии, вот, причин, да, и всех аргументов, почему суд, скорее всего, принял бы такое решение. То есть, чего в определении это было понятно. Дело в том, что таможенный орган, на наш взгляд, да, он должен также, как, скажем, таможенные органы в Евросоюзе, заниматься именно борьбой с контрафактом, то есть, с подделками. То есть, с теми предметами, которые действительно могут являться опасными для общественных интересов, да, потому что таможенные органы все-таки действуют в рамках публичного права. Вот, и совершенно очевидно, что никто не против этой функции таможни, и более того, все только за это. Вот, однако, к сожалению, зачастую, когда таможенные органы спускают некий план на свои посты, да, там, говорят, вот нам нужно сегодня, в этом месяце, да, там, конфисковать, там, миллионы единиц контрафактной продукции. Почему миллион, почему именно в этом месяце, да? Почему именно в этом месяце, да, 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 и вот, к сожалению, вот этот вот плановый подход, который совершенно неуместен в данной ситуации, вот, отделы интеллектуальной собственности на местах вынуждены были добивать вот таким вот, с позволения сказать, контрафактом, да, который на самом деле контрафактом не является, а является обычной легальной продукцией. Но таким образом легко можно было выполнить план. И зачастую вот эти вот решения, они каким-то образом, ну, снимали вот этот вот вопрос. В прошлом году же таможне Российской Федерации было даже призвоено звание лучшей таможни по борьбе с контрафактом именно за то, что они выявляли очень большое количество, как они говорили, контрафакта. Но это был тот самый контрафакт, который на самом деле им зачастую не являлся. Понятно. Хорошо. Ситуация, как бы, поговорим немножко о другом аспекте, как бы многие говорят о том, что, ага, ну вот коль принято такое решение, значит, вот теперь будет опять в стране разгул там так называемого, да, серого импорта, хотя вот не совсем, как бы, такое хорошее определение. По идее-то, в общем-то, ничего не произойдет такого экстраординарного. Ну, знаете, в чем сложность. В чем сложность? То есть ситуация действительно не такая простая, как кажется. Вот это решение, которое сейчас принято, да, оно на самом деле всего-навсего отстояло право общества, да, то есть право наших граждан выбирать то, что они хотят и покупать то, что они хотят. Вот. И неважно, ввозится это официальным дистрибьютором или неофициальным, да, то есть независимым импортером или там полномоченным импортером, да, это в принципе это неважно с точки зрения общественных интересов. Общественный интерес заключается в том, чтобы стоимость потребительской корзины падала, особенно в кризис, это совершенно очевидно, да. То есть это одна из первейших задач любого государства поддержать граждан не только повышением зарплаты, что весьма проблематично, согласитесь, да, при Хотя сейчас ситуация обратная, зарплата понижается, а цены повышаются. В том-то все и дело, да. Поэтому на наш взгляд вот установление вот так называемой международной доктрины исчерпания, то есть когда не только официальный дистрибьютор или дилер может привезти этот товар, но и независимый импортер, который, естественно, везет, то по какой причине? Потому что там дешевле. То есть он фактически выравнивает вот этот дисбаланс, который намеренно или случайно допускает официальный дистрибьютор, пытаясь либо заработать сверхприбыль, либо просто недообслуживать какой-то рынок, да, потому что не надо далеко ходить. Если мы выходим за рамки городов-миллионников, то, в общем-то, найти там официальные салоны или дилеров, сами понимаете, крайне сложно. Им это просто невыгодно. И естественно, что именно вот этот сектор малых городов, я уж не говорю про сельскую местность, да, естественно, что он обслуживается в большинстве случаев независимыми какими-то операторами рынка. И в этой связи запретив вот эту деятельность эти малого, по сути, бизнеса, о поддержке которого кричат на каждом углу, да, ну мы ничего другого не добьемся, кроме как повышения цены каких-то социальных потрясений. Что касается вот развлечения контрафакта от нет-контрафакта. Безусловно, понятие контрафакта, оно, в общем-то, очевидно. То есть, главный тезис контрафактности, это, ну, помимо незаконного размещения товарного знака, как это сказано в законе, да, это еще фактор, а получил ли правообладатель деньги за свой товар, да, то есть за нанесенный вот этот товарный знак. Суть-то в чем? Чего боится таможня? Ну, и надо понять, что, в общем-то, с ней можно согласиться в этом вопросе. А таможня опасается того, что под видом оригинального товара будет возиться тот товар, который производился, например, в Китае в ночную смену. То есть, предположим, правообладатель заказал там тысячу неких товаров, да, а реально сделали две тысячи или там десять тысяч, да, они совершенно одинаковые, у них нет признаков контрафактности. То есть, они сделаны в той же папке, да, абсолютно. У них просто один в один, но, естественно, при ввозе, да, некоторые недобросовестные, скажем так, импортеры, они будут говорить, да нет, это же оригинальный товар, попробуйте найти разницу, ее нет. Вот, и в этом случае, безусловно, правообладателя будет нарушено. Однако, на наш взгляд, лечить вот эту головную боль гильотиной путем полного запрета ввоза, безусловно, некорректно. Вот, в данном случае, совершенно очевидно, что это не публичный вопрос, да, то есть, не вопрос общественных интересов, да, потому что товары одинаковые. Вот, это вопрос нарушения частного права правообладателя. Он, безусловно, должен быть защищен в рамках уже гражданского законодательства. То есть, в рамках низко соответствующего. И на самом-то деле, вот, решение этой проблемы лежит не в сфере каких-то судебных преследований всех и вся, да, а в том, чтобы сделать нашу торговлю не анонимной, как она сейчас есть, да, когда непонятно кто и продает непонятно что, да, все время, да, потому что второй комплект документов там постоянно, да, ну и так далее. То есть, вот это какая-то серая масса. Вот, а речь должна идти о том, чтобы торговля стала авторизованной. Дело в том, что вот Министерство промышленности и торговли, да, оно сейчас как раз работает над законом о торговле. Это очень серьезный документ. Однако, к сожалению, в его концепции отсутствует вот это регулирование, да, и этот вопрос даже не ставился о том, каким же образом придать тому же малому и среднему бизнесу так нехватающую ему репутацию, собственно, которую обычно замещают с помощью назначения вот официальных дистрибьюторов, импортеров и так далее. Вот если бы государство нашло возможность серьезно заняться этим вопросом, да, именно по созданию этой репутации для малого и среднего бизнеса путем страхования ответственности, да, саморегулируемых организаций, то, в общем-то, эта проблема снялась бы. Ну вот на сегодняшний день, да, за вот этим вот малым бизнесом, да, ведь очень много людей занимается, скажем, продажей тех же там автомобилей, да, ну или, скажем, возьмем там тех же запчастей или организуют какие-то сервисные станции, да, за ними закрепилось клеймо вот этого серого там поставщика, серого импортера. Это уже такое по определению, да, такой негодяй. Хотя вот если взять пример той же Европы, да, вот в любом городе, будь то там, не знаю, столица или какой-то маленький город, есть улицы, на которых есть такие вот маленькие сервисы, да, автомобиль, вот буквально один подъемничек такой вот сам себе в гараже устроил. И туда очень часто, вот я лично видел, стоит очередь. Почему? Ну потому что поменять масло – это не такая проблема. Не нужно ехать там к официальному дилеру, чтобы он официальным ключом откручивал твою официальную гайку и потом выдавал тебе официальный лист, да, ничего не изменится в автомобиле из-за замены масла. Но вот это клеймо серый, серый дилер, серый постарщик, серый импортер, там, серый сервис, да, оно вот вообще отмываемое или все-таки есть какие-то люди, которые вот под этим клеймом хорошо существуют и именно обманывают покупателей, потребителей? Ну, безусловно, есть и то, и другое, да, то есть не бывает жизни белой или черной, да, то есть она всегда находится где-то посередине, да, и на самом деле вопрос крайне прост, и вопрос этот не должен решаться правообладателями в одиночку, потому что тут совершенно очевиден конфликт интересов. Общество хочет купить самый лучший товар по самому высокому качеству и по самой низкой цене. Правообладателю, понятно, что заинтересован, ну, видимо, в обратном, да, потому что ему невыгодно производить товар самого высокого качества для рынка, который не готов за это платить, вот, аж тем более продавать его по низкой цене, вот, и в этой ситуации вот перетягивание каната в одну сторону, как сейчас вот до вот этого решения высшего арбитражного суда происходило в России, вот, ну, безусловно, это было неправомерно, и это нарушало интересы широкого слоя наших граждан. Я, в общем, достаточно уверенно могу сказать, что одним из серьезнейших факторов инфляции являлось вот такого рода применение законодательства об интеллектуальной собственности, потому что просто никто еще не дал себе труд просто посчитать, вот, какой вклад в инфляцию сделала вот эта монополизация каналов ввоза. Ну да, потому что инструмент, по сути, отдается, уж не знаю, запросто так или не запросто так, да, отдается, по сути, крупным воротилам бизнеса, которые, по сути, ну, чуть ли не монопольно, да, там, не сговариваются, да, даже если это разные марки, но один класс автомобилей, да, они как бы не сговариваются, поддергивают планку на 10%, да, да, и получают свою прибыль. Ну, то есть совершенно очевидно, что вот просто достаточно понять, что в уставе правообладателей, да, вот этих организаций, крупных корпораций, там не написано защита общественных интересов, там написано прибыль акционеров. Вот, и, соответственно, ну, совершенно ясно, что давать на откуп только вот волеизъявлению правообладателя серьезнейший вопрос баланса частных и общественных интересов, ну, просто недопустимо. Вот, и в ситуации с серым или не серым импортом, да, на самом деле серым импортом называется тот импорт, который так или иначе связан с недостоверным декларированием на таможне. То есть когда импортер, ну, что-то умалчивает, да, он либо занижает цену, либо он декларирует товар один под видом другого, да, ну, в общем, каким-то образом нарушает, опять же, публичные интересы государства по сбору пошли. То есть, по сути, это такой внутренний таможенный термин, который разошелся у каждого на слуху. Это очень выгодный ярлык, чтобы замазать своего конкурента. То есть есть совершенно четкий, абсолютно легальный слой параллельных или, как говорят, независимых импортеров, которые совершенно не намерены заниматься вот такой практикой. Более того, они искренне верят призывам руководителей государства, что, в общем, заплати налоги и спи спокойно. То есть они готовы к этой практике, и их немало, на самом деле. Ну, по сути, да, потому что ты плачешь таможенные помощи, ты плачешь налоги, ты как бы чистый перезакон. Да, 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 но именно эти люди больше всего и вызывают агрессию, как ни странно, у таможенных органов, которые, сами понимаете, с них ничего лишнего не получают, да, и в том числе и вызывают агрессию у правообладателей, точнее, их представителей на территории России. Потому что самое тяжелое – это, согласитесь, конкурировать своим собственным настоящим товаром, особенно если он такой же по качеству, но стоит дешевле. И объяснять это тем, что, вот, вы знаете, у нас тут огромные затраты на рекламу, да, ну, согласитесь, достаточно сложно, потому что, ну, мало кого интересует, сколько там отката, кто получил с этой рекламы, да, и на какой машине ездит директор этого дистрибьютора в России, да, то есть это те затраты, которые, ну, на самом деле, имеют крайне косвенное отношение к реальной стоимости. Если независимый импортер готов жить дешевле, да, тратить на себя меньше, но поставлять тот же самый товар с тем же качеством и предоставлять то же самое гарантийное обслуживание, ну, согласитесь, еще раз говорю, гражданское общество наше достаточно дееспособно, чтобы самостоятельно сделать свой выбор. Тот, кто хочет пойти в красивый салон на Рублевке, ну, он это и сделает в любом случае, он не пойдет. А кто хочет купить ту же запчасть в интернете, да, то, пожалуйста. А тот, кто хочет сэкономить денег, но при этом не покупать контрафакт, он тоже должен иметь свою свободу выбора. А помимо этого, там, скажем, та же покупка запчастей в интернете, да, но это просто удобно, потому что ты сидишь в офисе, ты там с девяти, там, до семи привязан, вот, ну, никак не отойти, да, ты набрал в интернете, купил, тебе привезли запчасть, ты ее вечером в гараже поставил. Тут еще, знаете, есть же еще какая проблема? Проблема заключается в том, что люди не понимают, что монобрендовая, так называемая, стратегия бизнеса, то есть, когда вот одна торговая марка, и вот салон продает только этот товарный знак, да, автомобили, там, неважно что, это только одна из стратегий бизнеса. Сейчас куда больше развития полуучили мультибрендовые сети, то есть, ну, возьмите все эти супермаркеты, да, там, ну, или там из другой серии, там, та же Евросеть, там, ну, любые вот супермаркеты, которые продают, на самом деле, не столько даже товар, сколько сантиметры на полке. Им не важно, что продавать. Ну, в принципе, да. И у них нет стратегии продвижения какой-то торговой марки, да, там, то есть, у них логика совершенно другая. Они как раз стоят на стороне потребителя, они продают то, что потребитель хочет купить. И это, естественно, входит в противоречие с интересами товарного знака, то есть, правообладателя, который хочет пропихивать именно вот конкретно вот эту модель, которую он счел необходимым продавать на этом конкретном рынке. Но эта бизнес-модель может не совпадать с моделью потребностей этого рынка. И в данном случае отдавать решение вопроса по этому поводу только на откуп правообладателя, согласитесь, ну, просто неразумно. Ну, да, ну, еще остается такой вопрос, да, потому что хорошо, ну, опять же, применительно к автомобилям все-таки, да, канал у нас автомобильный. Действительно, есть возможность купить, скажем, один и тот же автомобиль, да, пойти к официальному дилеру или, там, купить, ну, не знаю, в конторе, там, X, да, ну, чуть-чуть дешевле, потому что ребята сэкономили на салоне, ребята сэкономили, там, не знаю, на шикарном офисе, и, как бы, их затраты меньше, соответственно, они готовы тебе этот автомобиль продать дешевле. Но есть еще, как бы, широкий пласт товаров, которые, в принципе, в России не продаются. Какие-то бренды, да, какие-то марки, какие-то те же комплектации автомобиля, которые просто не представлены. Соответственно, куда идет человек, который хочет купить такой, ну, автомобиль, там, не знаю, единицу, там, техники и прочее, прочее, прочее. Идет, конечно, к продавцу, который его уже заклеймили серым, да, и он уже по определению нехороший. У нас, как бы, естественно, мы не могли пройти мимо, мы вышли на улицу, наши редактора, и мы провели опрос, да, купили ли бы автомобиль, который официально в России не поставляется. Давайте посмотрим, что ответили наши опрошенные. — Купила, если бы понравился бы. — Нет. — Не знаю, не думала она об этом. Вряд ли, потому что были бы проблемы с органами. — Нет. — Новую? Я думаю, что нет. А поддержанную вполне бы. — Нет, проблемы такие не нужны. — Да. — Нет. — Ну, если бы мне понравилось, то вполне возможно. — Возможно. — Нет. — Если бы понравилось, купила бы. — А какая разница? — Вот, отличная реплика такая, последняя была. А какая разница? Сейчас вернемся в обсуждение, у нас есть звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. — Здравствуйте, меня зовут Николай. — Здравствуйте, Николай. — У меня вопрос к вашему гостю. Я хотел бы узнать, вот я хочу купить Акру МДХ новенькую. Вот. И на какие гарантии я могу рассчитывать? — Вопрос понятен. — Спасибо за вопрос. Приятно, что у человека в кризисе. У меня есть деньги, чтобы купить Акру МДХ. Это замечательно. Хочется поражиться. — Дело в том, что... Что такое гарантия, да? На самом деле гарантия, просто чтобы не было иллюзии у аудитории, гарантия предоставляется продавцом, подчеркну, да, именно продавцом. И на самом деле предоставляется она не безвозмездно. То есть в любом случае это некий расход, который включен в цену автомобиля. То есть вы можете купить автомобиль у официального дилера, включенный в стоимость его гарантии. Можете купить просто автомобиль без гарантии, но понимая, что за его обслуживание вы будете платить отдельно. То есть это выбор покупателя, который, в принципе, он должен делать самостоятельно. Поэтому вот если в вашем вопросе содержался вот такой вот вопрос, а будет ли вас обслуживать официальный дилер, если эта Акра не поставлялась на российский рынок, я думаю, что, конечно же, нет. То есть бесплатные гарантии, ну или там какой-то такой льготной гарантии, наверное, не будет. Хотя, насколько мне известно, достаточно часто, если вы покупали новый автомобиль, ему еще не исполнилось три года, то мировая гарантия, некоторые производители такую гарантию дают, она, в принципе, да, она может здесь также транслироваться. Это уже другой вопрос, будет ли это делать место дистрибьютор. Я вам уже говорил, что на самом деле интересы местного дистрибьютора очень часто не совпадают с интересными головной компаниями. Собственно, по сути делаете, главной компанией все равно, кто продаст, по большому счету, этот автомобиль. Главное, чтобы их продавалось больше, ну и, соответственно, больше запчастей требовалось для их обслуживания. Ну, естественно, да. Вот, поэтому на самом-то деле правообладателя, вот именно крупного, да, вот который вот мультинациональный, ему все равно, кто продает эти автомобили. И зачастую вот история с тем же Infiniti, который появился там только по прошествии многих лет на российском рынке, да, она показала, что ну, прекрасно этот рынок обслуживался обычными независимыми импортерами. До тех пор, пока уже там просто правообладатель не обнаружил, что рынок огромен, и уже, ну, как бы можно сюда прийти официально. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать следующее. Скорее всего, вы не сможете претендовать на гарантию именно вот в салоне местного дистрибьютора. Однако, если вы будете покупать эту машину официально в какой-то стране там, и эта машина будет еще иметь гарантийный срок, вы можете обсудить в этом салоне вопросы предоставления гарантийного обслуживания в России. По причине того, что эти автомобили не ввозятся в Российскую Федерацию, и, возможно, правообладатель даже пойдет вам навстречу. Ну да, в конце концов, если случится что-то серьезное, можно поставить на укуатор, отвезти в ту же Европу, где-то ее купил, ну, условно говоря, да, и сдать ее на ремонт. Но технически это возможно. Технически это возможно. Но, на самом деле, он может попросить и местного дилера предоставить вам эту гарантию. Но это вопрос договоренности. То есть, тут не должно быть обезаловки никакой. Либо так, либо не так. Если вам правообладатель не предоставляет такой международной гарантии на ваш автомобиль, ну, значит, может быть, и не надо его покупать. Купите ту машину, на которой у вас будет международная гарантия. Ну, в общем-то, вот опять нормальный вопрос рынка. Выбор. Пожалуйста. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Арно. Очень приятно. Очень приятно, да. Хотел бы сказать о том, что вот у меня был автомобиль год тому назад Toyota Celica. Я ее привез в Америку, да, мне привезли. Я очень был доволен этим автомобилем. Но самое интересное, то, что сейчас я приобрел автомобиль новый у дилера, новый джип. И, знаете, я хочу сказать, что хотя я обслуживаюсь у дилера, но я недоволен тем дилером, как он предлагает мне те же самые услуги по обслуживанию автомобиля. Поэтому никакой существенной разницы я не отличаю между той машиной, которая у меня была до. Но при этом, если вы знаете, Celica официально не поставляется в Российскую Ну да, а сейчас, если не секрет, какой у вас автомобиль? У меня Outlander XL. Outlander XL. И я ее взял новую, думал, что, может быть, она чем-то лучше там. Да, ну, разница только в том, что она выше. Вот и все. А что касается Celica, то практически проблему мне она не приносила. Хотя официально, опять же, в России она не продается. Единственный вопрос такой, кто может последить за теми же сами официальными дилерами, которые предлагают некачественные услуги. Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, вот интересная тема, потому что есть случаи нарушения и установки, например, тех же контрафактных и именно контрафактных поддельных запчастей, в том числе и в сетях официальных дилеров. Ну, понятно, что, естественно, что тут нельзя говорить о том, что все святые. Естественно, что прошива овца может быть где угодно. Да, здесь вопрос даже не к администрации, да, вопрос просто к тем людям. Именно поэтому я и говорю, что на самом деле товарный знак ничего не решает, его отсутствие или его наличие. Решает именно определенным образом выстроена ответственность той компании, которая, собственно, занимается обслуживанием или продажей. А эта ответственность, она берется из конкуренции, это совершенно очевидно. То есть это наивное желание убить конкуренцию в зародуши, да, что, дескать, вот тогда все станет хорошо. Но ничего подобного. Никогда такого не было, никогда такого не будет. Поэтому как раз конкуренция с независимыми салонами, с независимыми сервисами, она имеет все основания на существование. Вот этот пример, он как раз достаточно характерно это подчеркивает. Что я хотел сказать. Дело в том, что по гражданскому кодексу, да, который как раз регулирует отношения на товарные знаки, правообладатель и его лицензиар на территории Российской Федерации, несут солидарную ответственность за качество товара, который они производят, продают на территории Российской Федерации. То есть, если вас не устроило то качество обслуживания, да, которое под данным товарным знаком, собственно, было вам оказано, то вы имеете все основания обратиться в головную компанию, чтобы она предприняла соответствующие меры. И я уверен, что если это серьезная, хорошая компания, она очень быстро поставит этого дилера на место. Тут проблемы нет, просто обычно никто не находит в себе силы, да, там, жаловаться вот именно правообладателю, потому что... Ну да, по сути, нужно там 2-3 обращения, да, и все. Да, но видите, тут сложность в чем? Они же, например, говорят только по-английски или сидят где-то в Японии, там, да, то есть вот проблема именно в том, что представительство вот компании, которая бы, ну, головной компании, которая не была бы зависима от своих дилеров на местах, такого не всегда бывает. И, безусловно, в этом есть проблема, она, честно вам скажу, ну, явным образом не решена. То есть я считаю, что основания для жалобы есть, то есть, во-первых, наверняка там есть нарушение закона о защите прав потребителей, вот это нужно просто посмотреть конкретно, в чем они выполнили свою работу или услугу плохо, да. И во-вторых, как я уже сказал, гражданский кодекс предусматривает солидарную ответственность за качество. Вот если состав вот тех деяний, которые они вам оказали, там, попадает под один из этих законов, то у вас есть все основания, в общем-то, обратиться и в суд, и как минимум с заявлением правообладателя. Ну, наверное, это лучше посоветоваться с юристом. Ну, в общем, да, о промечивых решениях лучше не делать. Наши зрители заинтересовались темой разговора, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Сергей. Очень приятно. Вопрос такого плана. Я собираюсь по весне, наверное, где-нибудь, ну, через месяц поехать в Германию, привезти себе для личных нужд АБУ-шный автомобиль, не новый. Ну, там, от трех до пяти лет, как сейчас. Я вот тут поймал немножко хвост передачи, немножко это самое. Что, меня могут, эту машину могут отмести на границе в таможне, что ли? Ну, спасибо за вопрос. Кстати, перед Новым годом стоял вопрос и о поддержанных автомобилях тех же марок, да? То есть, вот только новые и никак иначе. И будьте любезны, поддержанных автомобилей такой марки тоже не вести, да? Ну, это та самая проблема боязни конкуренции своим собственным товаром, пусть даже бывшему употреблению. Дело в том, что действительно такая опасность существовала, и она, в принципе, пока еще существует, к сожалению. Эта опасность содержится в проекте совместного постановления пленумов высшего арбитражного и верховного судов. Изначально там была формулировка, которая запрещала ввоз товара без согласия правообладателя, в том числе автомобиля, вообще всем, включая физических лиц. Потом, столкнувшись с серьезной критикой этой своей позиции, да, высший арбитражный суд и верховный суд ее пересмотрели. Вот. И сейчас эта формулировка, она, правда, еще не принята, и может быть она, ну, мы, по крайней мере, на это искренне надеемся, вообще не будет принята. Пока эта формулировка звучит так, что, да, вы можете ввести некий товар без согласия правообладателя, причем это относится уже и к юридическим, и к физическим лицам, однако только для собственных нужд. И самое главное, и там идет еще оговорка «без права на отчуждение». Вот это совершенно замечательная новелла, которая вызывает, ну, просто бурю эмоций у всех, кто, в общем, себе представляет, да, что фактически высший арбитражный суд вводит институт реестра движимости. То есть реестр недвижимости еще понятно, да, обременение, да, там, что нельзя продать там или еще что-то. Ну, как можноkindest, связанная с землей, здесь разговор отдельный. Как можно инвестировать обременение, да, что нельзя продать автомобиль, там, или тем более там, ладно, автомобиль, там еще можно в ПТСе что-то написать, но там, предположим, часы, там, ну, какие-то такие вещи. Шапка, да. Шапка, да, шапка, кому хочу там и продал. Да, то есть такая опасность, к сожалению, еще сохраняется. И мы, правда, очень надеемся на то, То, что последнее дело о отмене решения нижних стоящих судов о конфискации легально ввезенного бэушного Порша Каена все-таки реально изменит ситуацию в этом направлении. Это судебное дело закончилось буквально недавно, 3 февраля было вынесено решение. И там высший арбитражный суд как раз отказал таможенному органу в их попытке конфисковать бэушный автомобиль Порш Каен 2004 года выпуска под видом, что это контрафактный товар. Поскольку возился он без согласия правообладателя, неуполномоченным дилером. Поэтому, на мой взгляд, уже такой опасности, особенно для физического лица, наверное, уже нет. Однако, если ввоз вы будете осуществлять через некое юридическое лицо, то, к сожалению, по-прежнему сохраняется опасность подачи против вас гражданского иска с аналогичной формулировкой. Что вы, дескать, возите без согласия правообладателя и, в общем, мало кого интересует, что это товар настоящий. То есть, признаком контрафактности фактически является отсутствие вот этого согласия. То есть, у вас фактически второй раз пытаются вынудить деньги. Хотя, на самом деле, товар должен быть поддельным. Ну да, хотя реально основанием для каких-то действий правообладателя по закону, который четко говорит, что контрафактным является товар с незаконно размещенным товарным знаком, то есть, поддельный товар, тем не менее, в ряде судов эта позиция еще находит понимание. Поэтому, тут, к сожалению, точку в этой истории пока ставить рано. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это вас беспокоит из-за средней страны, из Казахстана. Очень приятно. Вот такого содержания. Вот меня Марат. У нас, допустим, в небольшой стране нашей, суверенной, дилеры пришли к такому способу продажи автомобилей. То есть, они навязывают. Четыре основных дилера работают в небольших городах. Вот я, допустим, приобрел автомобиль БМВ в столице и живу сейчас в периферии. Я ее обслужить не смог, и мне пришлось с ней расстаться. И вот приобретаю я теперь те автомобили, вот Форд приобрел в последний раз, которые навязывают, в принципе, дилеры. Вот я хотел бы узнать, есть ли такая практика в Российской Федерации? Готов ответить. Спасибо за комментарий. На самом деле есть. Та же самая компания Porsche Rusland, она достаточно активно рассылала письма счастья независимым автосалонам и автосервисам с требованием прекратить использование их товарного знака. То есть, что имелось в виду под этим? Имелось в виду, что некий автосервис, например, который в состоянии починить автомобиль маркетом Porsche, он, естественно, давал какую-то рекламу. Говорил, да, мы чиним Porsche. Ну, там, или что-то в этом духе. И вот, да, и вот, да, и вот, да, и вот, да, и в данном случае, да, вот компания Porsche Rusland ничего лучше не нашла, ну, как еще загнать, так сказать, владельцев автомобилей Porsche к себе в дорогущий салон. Ну, естественно, просто уничтожить конкуренцию. Вот, и она рассылала достаточно угрожающие письма по всем вот этим салонам с требованием прекратить незаконное использование товарного знака вот таким образом. Вот, а что касается, каким образом это цивилизованно делается в других странах, например, в Евросоюзе, да, то я вам могу сказать, что эта история была бы просто невозможной в Евросоюзе. Почему? Потому что, ну, в какие-то незапамятные 90-е годы еще, да, было очень громкое судебное дело против компании BMW. Оно прозвучало везде, просто у нас тогда еще этой проблемы не было. Вот, а у них-то проблема уже тогда возникла. И там четко высший европейский суд, который разбирался с этим вопросом, он четко сказал, что попытка ограничить сервисное обслуживание автомобилем, автомобиля, купленного в одной стране Евросоюза, в другой стране Евросоюза, недопустима. То есть там как раз была такая вот попытка дилеров, да, что вот если вы у меня купили автомобиль во Франции, то в Германии вы его обслуживать не можете. Ну да, потому что у них нет, как бы, да, пошлин между странами Евросоюза. Получается, что дилер, продав автомобиль во Франции, если автомобиль ехал в Германию, то они решились доходя. Ну да, 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 и вот эта вот попытка, да, узуртировать право собственности, фактически право распоряжаться собственностью на автомобиль со стороны официальных дилеров, оно получило жесткую отповедь со стороны Европейского суда. Вот, и причина очень простая, потому что так же, как и в Гражданском кодексе, там четко написано, что свобода перемещения товаров и услуг – это главная ценность Европейского Союза. Вот, и, соответственно, эта ценность не может быть ниже, чем право на товарный знак. Ну и плюс, естественно, есть еще фактор того, что там очень мощное, хорошее антимонопольное законодательство. И у нас, к сожалению, там, вот, федеральная антимонопольная служба, она только сейчас начала активно работать вот с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности. Фактически, вот это дело по отмене конфискации вот бэушного Пурша Каена, которое сейчас было принято высшим арбитражным судом, вот, оно явилось таким катализатором, которое, в общем, скажем так, пробудило внимание высшего руководства федеральной антимонопольной службы. Об этом Игорь Юрьевич Артемьев высказывался на пресс-конференции, и официально было заявление пресс-службы федеральной антимонопольной службы, что они поддерживают это решение высшего суда и так далее. То есть, мы надеемся, что в России, по крайней мере, эта проблема будет преодолена, безусловно, потому что совершенно очевидно, что это противоречит и общественным, и государственным интересам, потому что, ну, элементарный пример, то есть, есть такой закон о госзакупках, которые, ну, знаете, тендеры, да, там, мы можем покупать только через специальную процедуру. Вот, в этом законе четко содержится, что недопустимо включать в условия конкурса некие требования, которые могли бы привести к ограничению количества его участников. То есть, фактически, законодатель уже четко сформулировал, что, естественно, нельзя, да, заниматься вот именно вот какой-то дискриминацией участников конкурсов государственных, которые государство заинтересовано в экономию бюджета, да, особенно в кризис, так же, как и граждане, естественно, да. И если, как говорится, нет разницы, то, как в рекламе, да, зачем платить больше? Ну, да, вот, кстати, интересный вопрос пришел по СМС. В США и в странах Евросоюза существует закон, обязывающий производителей автомобилей обеспечить доступ к сервисной информации для независимых сервисов, да, о чем мы говорим, да, вот это как раз. Бизнес, какие-то небольшие предприниматели с маленькими сервисами. Будет ли такой закон Российской Федерации? Отсутствие такой возможности порождает нечестную конкуренцию. Ну, отчасти можно согласиться. Нет, ну, на самом деле, это абсолютно разумный вопрос, но тут я бы сказал проще, да, я вот уже упоминал о том, что, на самом деле, эту проблему нужно решать не в сфере права на товарный знак. Товарный знак никого не имеет отношения, на самом деле, вот, по большому счету, к качеству. Вот, вопрос тут совершенно в другом, он лежит в общей ситуации, каким образом создать, вот, как я уже говорил, репутацию для вот этого малого и среднего бизнеса, который хочет самостоятельно обслуживать вот те же самые автомобили фирменные, да, которые произведены крупными концернами. То есть, речь идет о том, что, каким образом вообще правообладатель принимает решение о назначении какого-то там официального дилера, там, или включение какого-то салона в сеть официальных салонов, да. У него есть некие критерии, то есть, фактически, речь идет о некой публичной оферте. Вот, мы вам всем предлагаем стать дилерами, если вы соответствуете, и дальше идет длинный список, чему вы должны соответствовать. Вот, соответственно, да, если по большому счету вот убрать вот какие-то, ну, скажем так, потусторонние критерии, там, типа, дорогущий салон, там, да, там, или еще чего-то, да, то, что, на самом деле, не имеет никакого отношения к реально качеству оказываемых услуг или, там, к качеству самой продукции, то в этом случае... Да, то в этом случае, да, совершенно очевидно, что в первую голову надо рассматривать, во-первых, подготовленность персонала и наличие у него вот тех самых вот технических, технической документации, каким образом правильно следует обслуживать автомобили. На самом деле, это очень напоминает, знаете, пример про Microsoft Windows, когда правительство различных государств, Китай, Россия, кстати, тоже, потребовали от Microsoft раскрыть свой код, для того, чтобы убедиться, что, на самом деле, там нет никаких, ну, эти, закладок, там, да, там, секретных, которые будут воровать информацию с правительственных компьютеров. По сути дела, здесь то же самое, только в случае с Microsoft уже государство осознало необходимость раскрытия этой информации, да, а в случае с автомобилем почему-то нет. Потому что затрагивал интересы, да, а тут пока еще... Да, здесь почему-то как-то еще нет, да, но еще раз подчеркиваю, это все-таки должно быть не только право малого бизнеса или, там, среднего бизнеса ознакомиться с этой информацией, да, но еще и обязанность его стороны действительно соответствовать высоким критериям качества, да, то есть они должны застраховать свою ответственность перед потребителем, в первую очередь, и в том числе перед правообладателем. Если, например, нарушат какие-то правила и будут, например, в рамках своих услуг устанавливать контрафактные запчасти. Давайте немножко вернемся, как бы, к этому вопросу, да, большинство, все-таки, на мой взгляд, большинство сказало нет. И часть людей сказал бы, ну да, если бы очень понравилось, да, то есть это можно применить там к некоторым маркам, да, или к некоторым моделям, которые вот не поставляются в Россию. Да, вот там есть конкретный пример, вот в Питер, как бы, отпущен Porsche Carrera GT3 RS, да, который не поставляется пока еще в Российской Федерации. С другой стороны, да, серые импортеры, которые, ну вот так принято их называть, да, назовем их действительно уже параллельными, потому что, ну, ничего такого криминального в основной части этих импортеров нет. Скажем, в свое время, по сути, сыграли на руку. На руку кому? Тому же, той же Toyota с Lexus, да, потому что марка Lexus в России всегда была известна, ну, довольно давно, там, еще с ранних 90-х годов, да. Другое дело, там был, может быть, там какой-то криминальный имидж, там, еще что-то, но, тем не менее, машина была известна, что, да, там, да, большой, надежный, хороший автомобиль, красивый и шикарный, да. Пожалуйста, тот же вариант с Infiniti. Ну да. Тоже, опять же-таки, посмотрев, Nissan посмотрел, что действительно машина хорошо продается, а что бы не продавать официально, да, и, по сути, выйдя с официальными продажами этих автомобилей, вопрос так называемого серого, да, или параллельного аэропорта отпал сам собой. Вот, что ждет таких продавцов сейчас в связи с вот этими законодательными разногласиями, может, отчасти положительным решением? Вот, продержатся они на рынке какой-то срок, или все-таки через три года все эти лавочки позакрываются, и все уйдет в руки официально компортеров? Да, вы знаете, на самом деле, в каких-то таких глобальных выводах о состоянии рынка я бы не стал делать, потому что рынок все-таки это живой организм, да. Как я уже сказал, независимо от этого параллельного импорта, это на самом деле обычная рыночная реакция на перекосы в обслуживании. Но даже если вот выйдет сюда тот же инфинити полностью, да, и будет предлагать полный модельный ряд, если он по какой-то причине начнет завышать цену, или плохо обслуживать в салонах, да, или там все-таки не поставлять какую-то часть ассортимента, это естественные причины, почему рынок все равно будет отреагировать на вот эту дискриминацию путем удовлетворения платежеспособного спроса с помощью независимого импорта. Вот и все. Это, с этим даже не надо бороться. Это совершенно нормальная рыночная реакция, которая говорит правообладателю, правообладатель, ты там еще не почил на лаврах, да, там, не заснул? То есть это нормально, рынок на этом и работает. Поэтому бояться того, что вымрут независимые салоны, я считаю, не стоит, потому что предположить, что один какой-то, пусть даже самый крупный правообладатель в состоянии обслужить всю территорию Российской Федерации, с Дальнего Востока до самого Обамы, да, там, какой был хороший пример, да, наверное, нелогично. Конечно же, нет. Потому что на самом деле официальные дистрибьюторы и дилеры, они достаточно четко просчитывают свои расходы, да, и у них есть некий уровень рентабельности, ниже которого они просто не хотят опускаться. А это означает, что они тем самым отсекают себе, ну, фактически все малые города. То есть, да, они будут работать в городах-миллионниках, где спрос, ну, как-то там, понятие. Ну, не нужно гоняться за клиентами, это так другое, не надо уговаривать. Да, но идти там в какие-то там сельские районы или там в пятисоттысячники, или еще там тем более меньше, да, я вот... Да, потому что ты там будешь неделю бегать за этим, да, за этим, чтобы его сфотографировать, а потом еще неделю, чтобы отдать ему эту машину и уговорить. Вот, по этой причине я думаю, что независимый бизнес в этом вопросе никогда не умрет. Другой вопрос, что его не надо криминализировать искусственным способом, загоняя его в контрабанду и в контрафакт. Потому что если не давать ему работать в рамках как раз выравнивания вот этого дисбаланса рынка, который неизбежно будет возникать, какой бы хороший, замечательный не был правообладатель, он все равно где-то будет ошибаться, это неизбежно. Но это и есть рынок, это и есть конкуренция, этого не надо бояться. Более того, вот задумайтесь еще о таком факторе, что такое рынок запчастей. Вот иногда говорят, вы знаете, вот запчасти, там тоже идет конкуренция, так же как и с автомобилями, что никто не занимает доминирующего положения на рынке, да, все там равно конкурируют. И там Honda, и Nissan, и Toyota, и BMW. Но простой вопрос, сразу ставит все на свои места. Разве к автомобилю Toyota подходят запчасти от автомобиля Honda? Нет. От автомобиля Mercedes не подходят? Нет. Какая тут конкуренция межбрендовая? Ее нет. Этой конкуренции быть не может. Это говорит о том, что если скрупулезно следовать той позиции, которую предпочитают правообладатели таможни, это говорит о том, что это будет стопроцентное доминирование на этом рынке, что прямо нарушает закон о защите конкуренции. Ну, собственно, да. В любом случае. Хотя видел я книжку такой забавной в магазине, которая называлась «Взаимозаменяемые запчасти разных автомобильных марок». Ну, согласен. Но это, опять же таки, выбор потребителей – это откровенный риск, потому что, да, если что-то нужно подточить, приточить, там переставить, поменять, новая степень надежности. Это откровенно опасно, конечно. И на самом деле нет никакой проблемы. То есть, если по какой-то причине независимые импортеры в состоянии удовлетворить сервисный какой-то спрос в каких-то малых городах и селах, да пусть они этим занимаются. И попытка вот таким образом за счет граждан решить свою антикризисную программу, да, там, которая сейчас предпринимается рядом правообладателей, которые там попытались таким образом, начиная с того же Порша, да, решить проблемы местных дистрибьюторов, ну, согласитесь, они не имеют ничего общего с защитой общественных интересов и интересов государства в том числе. Ну, в общем, да. Как потребители автомобилей. Давайте повернем наш разговор немножко, немножечко повернем наш разговор. Ведь пока происходили, да, все эти разговоры, да, все эти судебные заседания в стране, произошло еще несколько событий. Как то, да, повысились пошлины и взлетел курс доллара и евро. Ну, да. Вот на этом фоне получается, что сейчас, как бы, да, тоже мало предпринимательства, да, и те же все импортеры, и импортеры официальные в том числе, да, все, как бы, попали в такую огромную дыру из-за там ямы, да, из которой, как бы, вариантов вылезти сейчас, в общем-то, немного. На ваш взгляд, вот, как нам дальше жить-то с этим? Как это скажется на потребителях в том числе и на продавцах, там, не знаю, серых, параллельных или официальных? Ну, вы знаете, сейчас, как и любой кризис, это чистка рядов. То есть, сейчас будет выживать самый эффективный, то есть, самый, вот, действительно достойный для рынка, да, то есть, рынок это все-таки, ну, в определенном смысле джунгли. Вот, и как не пытайся, вот, обставиться, да, там, с помощью каких-то, вот, скажем так, неестественных монополий, с помощью товарного знака ограничить ВОЗ или еще чего-то, да, понятно, что все равно спрос будет наличествовать, да, причем этот спрос будет существовать именно в той ценовой нише, в которой он существует, и сколько не уговаривая покупателя прийти в дорогущий салон, он все равно туда не пойдет. Вот, это, в общем, такое общее понимание, что, ну, в воде нельзя запретить, куда течь. Вот, другой вопрос, что, если, скажем, просто смотреть, какая будет ситуация дальше развиваться, сама по себе проблема кризиса, она общая действительно для всех, и для малого бизнеса, и для независимого бизнеса, и для, собственно, крупных официальных дистрибьюторов. Ну, в этой ситуации, наверное, нужно просто трезво посмотреть на бизнес-возможности, в первую очередь, да, вот, возможно, имеет смысл подумать о том, что жесткая, вот, позиция по поводу запрета ввоза своих автомобилей, она, на самом деле, только ударит по ним самим, потому что спроса все равно платежеспособного нет, а, условно говоря, удовлетворить они его не смогут, следовательно, их рынок будет сыхаться, то есть, я имею в виду, рынок тех, кто будет занимать жесткую позицию в этом вопросе, и тем самым они через какое-то время, когда кризис закончится, деньги у людей появятся, они останутся с сохшимся рынком, а те компании, которые, понимая ситуацию, не будут занимать жесткую позицию в этом вопросе, они окажутся выигрышей. Вот, это совершенно очевидно, и эта тактика, в общем, неоднократно применялась многими вот правообладателями на других рынках, то есть, они, нет смысла, то есть, рынок это важнее, то есть, доля рынка это куда более важный фактор, особенно в перспективе нескольких лет вперед. Поэтому, как ни странно, это, опять же, невыгодно правообладателю, просто это невыгодно в долгом периоде, да, а не в коротком периоде, а вот местный дистрибьютор, он обычно рассуждает в коротком периоде. Он хочется побыстрее схватить свои, убежать. Да, да, да. Как зачастую бывает. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. У меня вопрос. То есть, вы обсуждаете автомобильную тему, очень хотелось бы услышать, а где покупать бушные автомобили? То есть, получается так, что ввоз ограничен, официальные делеры торгуют только новыми автомобилями, а если у меня нет денег на новый автомобиль, где же его покупать? Хороший вопрос. Да, действительно, рынок вторичный никто не отменял. Есть возможность, ну, скажем так, какие сейчас есть возможности? Есть возможность съездить за границу, купить этот автомобиль. Есть возможность заказать какого-то юридического лица, но сейчас это опасно, потому что, да, это юридическое лицо может получить от таможни по шапке, и ты останешься как бы с деньгами, но без автомобиля. Вот тоже вариант не самый лучший. Есть вариант купить автомобиль у, в том числе и у официального дилера, который сдали по трейдину, да, но сейчас, в нынешних условиях, дилер отказывается принимать эти автомобили на продажу. То есть, это либо скупка такая, что вот просто за копейки, ну, будет стоять полгода, когда-нибудь продастся, как бы все равно, мы его два раза дешевле покупаем, да, то есть, вот такой реально в рыночном рычагах, как было раньше, сейчас уже нет там плюс-минус 200 долларов, да, как бы, то, что они имели раньше с этого автомобиля. Что делать действительно человеку? Куда метаться? Ну, действительно, ведь официальные дистрибьюторы, дилеры, да, они же все-таки получают свои бонусы за продажу новых автомобилей, совершенно очевидно, да, в первую очередь. Поэтому трейдин для них, это, ну, скорее всего, некое средство поддерживать лояльность рынка, да, что вот мы, если что, заберем ваш старый автомобиль, дадим вам новый, ну, тем самым, как бы, говорят, что вот видите, какая мы лояльная торговая марка, то есть, привыкайте к нам, мы вас, если что, не бросим. Вот, я понимаю, что в условиях кризиса, безусловно, трейдин наверняка затруднился, потому что, ну, им бы новые продать, а тут еще бэушные какие-то стоят. Причем эти бэушные еще надо, как бы, купить. Да, 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 за них же надо заплатить живыми деньгами, да. И поэтому, отвечаю же, собственно, на сам вопрос. К сожалению, как ни странно, вот та практика, которая бытовала до недавнего решения высшего арбитражного суда по поводу незаконности конфискации Пороша Каена бэушного, вот, она фактически выталкивала людей к незаконному предпринимательству. То есть, просто существовали физики, так называемые, которые на свое имя перегоняли там сотни автомобилей в год. То есть, де-факто они вели предпринимательскую деятельность. Но доказательство очень сложно. Но, поскольку это был единственный способ легально ввести без претензий правообладателя эти автомобили, ну, вот, людей фактически вынудили к такой вот деятельности, которая, на самом деле, конечно же, должна вестись совершенно по-другому. То есть, она должна вестись в рамках нормального юридического лица и так далее. Тем более, что сейчас разница между юриками и физиками по растаможке практически нивелирована. Там уже никакого смысла, я так понимаю, экономить на этом. Ну да, и клиенты, опять же-таки, лучше купить. Ну и потом, да, конечно. Можно и претензии какие-то предъявить. Конечно, конечно. Но, опять же, подчеркну, да, то есть, решение высшего арбитражного суда о законности, да, точнее, незаконности конфискации, да, еще не означает, что это решение о законности ввоза, да. То есть, вот, получилась такая вилка. То есть, с одной стороны, да, конфисковать нельзя, но, как я уже сказал, все равно еще остается возможность предъявления гражданского правового иска. Это уже не иск таможни, то есть, уже не таможня будет вам пытаться у вас отобрать этот автомобиль, да, вот. Но, тем не менее, существует ненулевая вероятность, что таможенный орган, там, ну, уж не знаю, законно-незаконно, но разгласит эту информацию о ввозе, да, что вот возился такой-то автомобиль таким-то юрлицом, правообладатель, и тот уже в рамках своего права на товарный знак попытается оспорить уже, собственно, ваши действия, и, попытавшись признать ваш товар контрафактом, изъять его и уничтожить. Такая опасность до сих пор существует. Вот. И, к сожалению, точка в этой истории будет поставлена только тогда, когда это, скажем так, отсутствие вот этого запрета будет прямым образом закреплено в законодательстве Российской Федерации. Над этим сейчас ведется определенная работа, но, честно вам скажу, после того, как дело по Паршу было выиграно, да, то есть независимыми импортерами, вот, в общем, официальные дистрибьюторы очень сильно задумались, и сейчас очень серьезные попытки предпринимаются развернуть историю вспять. Хорошо, посмотрим, как это будет дальше развиваться. У нас буквально пару минут остается, и есть еще звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Я вас беспокоюсь о скоростях. Я бы хотел задать такой вопрос по поводу криминализации рынка серых дилеров. Господин Семенов, который он спросит в тему, кстати, спасибо ему огромное за такие правильные, так сказать, и вопросы, и ответы. Я бы хотел такой вопрос задать. А нет ли это риска того, что серый дилер в рамках последних решений, то, что его нагрузили таможенными, пошлинными, еще какими-то сборами, он будет завозить менее качественный бэушный автомобиль, чтобы как-то сохранить конкурентоспособную цену? Вот как бы вот это хотелось бы узнать. И получается, что я вот это согласен с вами, в том плане, что не надо ничего как бы криминализировать и какие-то искусственные барьеры создавать. Я сам не занимаюсь автомобильным бизнесом, но просто это как бы наблюдаю так по себе. Что ж, спасибо за вопрос. Буквально пару минут давайте уже действительно поставим точку и ответим на этот вопрос. Ну, на самом деле, действительно, вопрос абсолютно правомерный. То есть любые попытки ввести в дополнительные пошлины, или вот таким образом, запрещая вследствие товарного знака ввоз определенного автомобиля, они приводят к тому, что цена на легальный так называемый товар повышается. И как только вот дырка между настоящей ценой, по которой можно было бы продавать этот товар, и вот этой монополистической ценой, которая получилась в результате добавления пошлины, либо вот такой монополизации ввоза, как только эта дырка финансовая становится достаточно большой, естественно, что в эту дырку пытаются устремиться те люди, которые пытаются на этом заработать. Обычно это то, что называется контрафактом и контрабандой, безусловно. И на самом деле, чем меньше государство создает подобных поводов для нарушения закона в виде вот таких завышенных барьеров для входа на рынок, тем, в общем-то, меньше, как ни странно, криминализация рынка. Ну что ж, спасибо, Анатолий, у нас очень интересно состоялся сегодня разговор, тем более, как бы, есть положительная динамика, да, потому что если перед новым годом все еще как-то было грустно и печально, да, то положительная динамика есть, и, по крайней мере, одно, да, из, как бы, таких решений уже, как бы, отменено, и теперь уже можно говорить о том, что, ну, действительно, можно реально параллельно ввозить те же самые автомобили в Российскую Федерацию. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. На сегодня это все. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова